Мы проводим наш второй УПАЯ ретрит. Почему УПАЯ? Зачем УПАЯ? Что это такое? Для чего это нужно? Вот когда, уже очень скоро у нас будет очередная ХОМА. И ХОМА начинается всегда с того, что позиционируется, где она происходит. Начинается с того, что КАЛИЮГЕ. Правда, отец Джей? КАЛИЮГЕ. Это постоянное напоминание всем, где мы находимся, в каком пространственно-временном отрезке мы находимся. Мы находимся в КАЛИЮГЕ. КАЛИЮГА. Об этом никогда не надо забывать. И ХОМА напоминает об этом всегда. Что это значит? А это значит, что в КАЛИЮГУ 75% как минимум кармы, которая есть у людей, это ПАПА-карма или негативная карма. А 25% оставшихся процентов, это так называемая МИШРА-карма или смешанная карма. Заметьте, я не упомянул ШУБХА-карму. И доли процента нет. Поэтому недаром я все время говорю, плохо – это нормально. Хорошо – это необыкновенно. Вот почему ХОМА начинается с КАЛИЮГЕ. Об этом надо помнить. Потому что когда об этом помнишь, и что-то не очень хорошее происходит в жизни, то это не так сильно бьет. Это нормально. Так и должно быть. Проблемы тогда, когда ждет что-то хорошее, а случается что-то плохое, как и должно случиться. И вот это расстраивает. А плохо – это нормально? Тогда не так больно. Но разве мы здесь для того, чтобы страдать? В какой-то степени да. Надо же отработать, пережить то, что создали в прошлых жизнях. Потому что наша сегодняшняя жизнь, она не появилась ниоткуда. И не уйдет в никуда. Это звено бесконечной цепи жизни, которая у нас с вами есть. Миллионы и миллионы и миллионы. И в миллионной степени. Мы все с вами уже где-то встречались. Вокруг только одни знакомые лица. Только я не помню, когда это было. В прошлой жизни, в позапрошлой, в миллионной жизни назад. А может быть, в следующей жизни мы уже встречались. Потому что нет времени. В том смысле, как мы его понимаем. Оно существует только в нашем маносе. Это наш манос разделяет время на прошлое, настоящее и будущее. Так ему просто удобнее ориентироваться. А за пределами маноса нет времени. Есть вечное сейчас. Где прошлое, настоящее и будущее переплетены в единое интегральное целое. Еще раз повторяю, это только наш манос разделяет время на прошлое, настоящее и будущее. Поэтому мы все где-то встречались когда-то. Между нами есть какая-то карма. Поэтому вы и приехали сюда. Если бы не было этой кармы, мы бы никогда с вами не встретились. Любой человек, с которым вы встречаетесь, и чем ближе вы встречаетесь, тем больше кармы между вами. Вот вы встретили какого-то молодого человека, он вам понравился. Почему? Может быть, он совсем не бельмондо. А вот что-то такое есть, нравится. Почему? Карма, карма, прарабдха карма, карма, идущая из прошлых жизней. Вот что привлекает на самом деле. А все остальное вторично и третично. Карма. Карма лежит в основе всего. Потому что наша жизнь здесь отражение нашей кармы. она не есть отражение наших надежд, мечтов, ожиданий и чего-то в этом роде. Потому что все хотят быть счастливыми, здоровыми, богатыми, худыми и жить вечно. и ни у кого не получается. Потому что жизнь есть отражение кармы человека. И если в карме это есть, значит, это будет в жизни. А если в карме этого нет, значит, этого не будет никогда. Потому что, опять же, в противном случае все были бы счастливы, здоровы, богаты, все были бы худы. и жили бы вечно. Потому что нет ни одного человека, кто бы хотел быть несчастным, больным, бедным, корпулентным, скажем так, очень и умереть завтра. Нет ни одного. Ну, может быть, за редким исключением. А между тем, это все время происходит. Почему так? Почему мечты не сбываются? Почему надежды не воплощаются в жизнь? Да очень просто. Чтобы они воплотились в жизнь, нужно, чтобы они были поддержаны кармой. кармой все приняли. А мы живем в такое время, которое началось в 19 веке. Называется это век индивидуализма. До 19 века не было такого понятия, как индивидуализм. В 19 веке появился индивидуализм. И появилось представление о том, что человек может все. ты можешь все. Куча разных тренингов там существует, там лайф-каучинг, там лайф-тренинг всякие разные. Ты можешь все. У тебя нет ничего, потому что ты плохо хочешь. Ты плохо хочешь. Ты дурак. Ты плохо хочешь. Я тут недавно наткнулся на такую вещь, я обалдел, я чуть со стула не упал. Один лайф-коуч, гуру так называемый, говорит, вы бедные потому, что вы покупаете дешевые вещи на распродаже. Вот если вы будете покупать дорогие вещи, и все самое дорогое, вы станете богатым, потому что вы бедные в своем настроении. Вам надо изменить настроение, надо думать, что вы богатые, покупать все самое дорогое, и вы станете богатым. И кредит, наверное, взять, да. А нет, кредит не нужно, денег полно. Это на полном серьезе. Он предлагает бедным людям покупать Роллс-Ройсы, костюмы Армани и так далее. И тогда они станут богатыми. Это на полном серьезе. Потому что ты можешь все. Ты можешь все. Тебе надо только захотеть, настроиться, внушить себе. Я счастливая, я здоровая, я богатая. И завтра все как по мановению волшебной палочки появится. Где это все? Хоть одного видели такого? Вот я работаю с огромным количеством людей. Огромным количеством. Я такого не встречал. Может быть, мне не повезло. Может быть, вы знаете. Человек, который сильно захотел. И у него все появилось. Вот захотите сильно сегодня на ночь, чтобы Роллс-Ройс пригнались. Последние модели. Надо только очень захотеть. Очень. И все получится. Все появится. Все будет хорошо. И вы выйдете замуж наконец-то. Ну, подразумевается, что там кто-то его привезет. Да, шефер. Сам не приедет. Сам не приедет. Кто-то подгонит. Ну, там то-се. Возникло большое светлое. На нем и уехали. Если бы это было так. Ох, если бы это было так. Уж как я хочу. Никто не знает. Но чего-то нет. Наша жизнь есть отражение нашей кармы. К сожалению или к счастью. И если мы хотим изменить нашу жизнь. Если мы хотим, чтобы в нашей жизни произошли какие-то реальные изменения. Нам нужно изменить карму. Потому что без изменения кармы ничего не произойдет. В жизни есть отражение кармы. И вот в сана-атанадхарме. Которая включает в себя егические, ведические, тантрические науки. Огромное их количество. Масса. Покрывающая все мыслимые и немыслимые аспекты жизни и деятельности человека. Существует система, которая называется УПАЯ. Система специально предназначена для того, чтобы изменить карму человека. Потому что без изменения кармы человека ничего не произойдет. Да, если у человека произошла трансформация сознания, это автоматически приведет к изменению его кармы. Безусловно. Но тоже способ. Но до абсолютной трансформации сознания далеко. А вот изменить жизнь, каких-то конкретных обстоятельствах, добиться какого-то результата, создать что-то и так далее и тому подобное. С этим мы сталкиваемся с вами каждый день. И вот для этого и существует эта система УПАЯ. Система, предназначенная для изменения кармы. Потому что если бы все было так просто, захотел, и тебя тут же доставили, ну очень захотел, ну пару дней посидел, то зачем нужна была бы УПАЯ? Зачем бы Риши, создавшие всю Санатанадхарму, зачем бы они создавали УПАЯ? Они что, дураки, что ли? Это Риши. Они по своему уровню развития, как мы по отношению к муравьям. И они создали УПАЯ. А муравьи говорят, не, мы все можем сами. Мы сами все можем. Мы все сделаем. Мы только захотим сильно. И все перед нашим муравейником материализуются. А у тебя потому плохо все, что ты плохо хочешь. Хотеть надо сильнее. Но этим самым УПАЯ мы и посвящен наш витрит. И цель наша заключается в том, чтобы понять, что это такое вообще. для того, чтобы проникнуться этой идеей. Посмотреть, как это происходит. Узнать, что надо делать, о чем я буду рассказывать в своих лекциях. для того, чтобы изменить свою карму. У нас, кстати, здесь с вами будет весь комплекс УПАЯ. И егические УПАЯ. Будет Лая Пронаяма. И ведические УПАЯ. Все хомы. И тантрические УПАЯ. Все они УПАЯ. Все это способы изменения кармы человека. Потому что, если мы хотим увидеть что-то на экране другое, не то, что мы видим в данный момент, то нам бессмысленно подрисовывать это на экране. И внушать себе, что сейчас вот через несколько минут все изменится. Что делает абсолютное большинство людей на свете. Они сидят у экрана своей жизни и надеются на то, что вот через несколько минут вот там на экране все изменится. И они поженятся. Изображение на экране является следствием того, что записано на DVD-диске. и абсолютно не зависит от того, чего хотят или не хотят зрители, сидящие в экранах. И если зрители хотят увидеть что-то другое, им надо достать этот диск, перезаписать его, ставить обратно, и вот тогда они увидят то, что хотят. В противном случае, если бы это было все не так, и мы с вами бы все жестоко заблуждались, вокруг нас все были бы счастливы, здоровы, богаты, все были бы стройные, у всех было бы по мужу, а то и по два, и все жили бы вечно. И единственными несчастными людьми на свете мы были бы с вами только одни. Но, к сожалению, так нет. Ведь недаром сказано, благими намерениями вымощена дорога в ад. Не должно быть иллюзий никаких. Потому что иллюзия – это самое страшное, что может быть. Потому что цель жизни человека – уничтожить все иллюзии. Потому что одна из трех главных целей в жизни человека – это вивеэка. Вивеэка – это способность видеть истину и отличать причину от следствия. А значит, избавиться от иллюзий. Потому что если мы не избавимся от иллюзий сами, жизнь избавит нас от них сама. И чем больше у нас будет иллюзий, тем более жестоким образом они будут уничтожены. Потому что цель жизни вивеэка – научиться видеть истину. такой, какая она есть. Снять темные, розовые, зеленые, голубые, блестящие очки. И чтобы остались только прозрачные. А еще лучше и без них. Чем больше иллюзий, тем больше потрясений. Вивеэка – это, как я уже сказал, одна из трех самых главных целей жизни человека. То, для чего мы здесь. Для чего она нужна еще? Применительно к нашей с вами теме, она нужна для того, чтобы понять, что представляет из себя жизнь. Что в этой жизни является причиной, а что следствием. И что надо делать для того, чтобы ее изменить. Потому что мы здесь, как я говорил в начале, для того, чтобы это все изменить. Иначе какой смысл в нашем существовании? Никакого. Все изменить. Но изменить что-то может только тот человек, который в этом разбирается. Который понимает, что что-то надо менять. Понимает, где это надо менять. И знает, как это надо менять. Как опять же, я всегда привожу простой пример. Что компьютер может починить только тот человек, который в нем разбирается. Кто не может, не разбирается в компьютерах, тот не сможет починить его. То же самое и в жизни. Только жизнь бесконечно сложнее компьютера. Изменить эту жизнь может только тот, кто знает, как это сделать. И в этом тоже цель нашего ретрита. Наша главная цель. Научиться изменять свою жизнь. Реально изменять. Я уже почти 30 лет этим занимаюсь. Огромное количество людей прошло через меня. Я могу сказать с абсолютной уверенностью, что те, кто серьезно что-то делает, все достигают результата. Ну а кто ничего не делает, как всегда во всем, тот ничего не получает. Тот продолжает мечтать и жить, как все. Упая – это система, с помощью которой мы проникнем на жесткий диск памяти в нашем сознании записана карма в виде санскара. Мы произведем там нужные изменения. И это, в свою очередь, приведет к переменам в жизни. У каждого это могут быть какие-то определенные свои цели, свои задачи. Неважно, принцип один и тот же. Изменение кармы приводит к изменению в жизни. Без этого ничего не будет. Как я говорю, сколько халва ни кричи, во рту слаще не будет. Вы в шоке. Шок – это нормально. Кали-юга. Сплошной шок. Шок каждый день. Каждый час. А почему мы родились с вами в Кали-югу? Мы родились с вами в Кали-югу для того, чтобы попасть на этот ретрит. Да. Потому что если бы мы жили в Сатье-югу, наш ретрит был бы не нужен. И мы бы никогда не встретились. Потому что все было бы очень хорошо. Поэтому мудрый Мао Цзэдун говорил, чем хуже, тем лучше. Тем быстрее человек очнется и начнет что-то делать. Шевелить ластами. И чем быстрее он это начнет делать, тем лучше. Потому что жизнь коротка. Жизнь очень коротка. А время течет в Кали-югу очень-очень быстро. Поэтому времени мало. А дел очень много. Вот здесь мы и займемся реальными делами. Реальными делами. не будем кричать халва-халва. А будем реальными вещами заниматься. Вот для этого мы здесь. И многих я вижу уже во второй раз. Но есть и те, кто первый раз. Но те, кто первый раз вы сделали очень правильный выбор. потому что у вас теперь появляется возможность что-то реально изменить в своей жизни. А дальше все будет зависеть от вас. Будете вы это делать или не будете. Вот так. Как? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!